Идеи Итак, идеи, достойные распространения. Какие это идеи? Мне кажется, совершенно неважно, какие, любые. Лишь бы они не были направлены на насилие, разрушение человека, общества, мира и так далее. Вообще идеи, субстанция такая очень своеобразная. Они все время рождаются, они возникают и рождаются вне зависимости от нас. Просто одни умирают, мы даже и не помним, что там такое пришло в голову. Другие появляются и помогают нам решать какие-то конкретные сиюминутные проблемы. А есть идеи особые, они, приходя, не уходят. Они возвращаются постоянно, заставляя тебя думать о них и затягивают в какую-то воронку. Вот такую, эта воронка, она меняет полностью какие-то смыслы в твоей жизни. Она по-другому расставляет акценты. Эта смысловая воронка меняет твою жизнь. Правда, может быть и в худшую сторону, но мы с вами собрались сегодня для того, чтобы говорить об идеях достойных распространения. Поэтому будем говорить о хорошем. Так получилось в моей жизни, что библиотека в профессиональной жизни, в личной она всегда присутствовала. А в профессиональной жизни библиотека вошла для меня совершенно неожиданно и навсегда, что называется. Я вообще не библиотекарь. В библиотеке никогда не работала. Я филолог. Но с 1986 года тружусь на Ниве библиотечной журналистики. И даже тот несколько летний, так скажем, уход в издательство, специализирующееся на выпуске научно-популярной литературы, не смог содрать меня с этой библиотечной орбиты. И там, в издательстве, когда-то я инициировала выпуск серии книг по библиотечной тематике. Серия была довольно успешная, но с течением лет я заметила, что интерес к профессиональной литературе у библиотекарей падает. Тому множество объяснений. Библиотекари действительно практически перестали читать профессиональную книгу. Я не буду анализировать эти причины, но одна причина совсем не самая главная, совсем не самая важная, но она абсолютно очевидна. Вал отчетности. Вот библиотекари, которые сидят в зале, думаю, они поймут, о чем я говорю. Под час подгребенный под этим валом, как под девятым настоящим валом, у библиотекарей не остается ни времени, ни сил и, увы, желания читать профессиональную книгу. Да и что греха дать, наша профессиональная книга не отличается ни лаконичностью, ни увлекательным языком или стилем изложения. То есть очевидно нужны новые жанры. И эти новые жанры, конечно, может дать что? Периодика. И вот в голове вполне себе успешного тогда человека, занимающего одну из руководящих должностей в издательстве, получавшего приличную зарплату, у меня возникает идея создать новый журнал. Почему надо было создавать этот новый журнал? Я прекрасно понимала, на рынке, знала великолепно, на рынке существует несколько библиотечных журналов, они существуют и сейчас. С разной историей, но у каждого из них а. свои цели, б. свои задачи, ц. свои идеи. И никто не будет переделывать их под меня. А следовательно, вывод прост. Придумала, флаг тебе в руки, делай. И вот в результате эта смысловая воронка затащила меня настолько, что я приняла решение уйти из издательства в свободное парение. Результатом этого свободного парения стало появление в 2009 году нового библиотечного журнала «Современная библиотека». Замечу, он появился во второй половине 2009 года. Как вы знаете, кризис бродит по Европе и по России тоже. И это здорово, и это нормально на самом деле, потому что именно в критические моменты появляется желание что-то менять в этой жизни. Я вообще считаю, что такая смысловая воронка, она должна быть у каждого человека. Более того, я абсолютно уверена, что такая смысловая воронка есть у каждого человека. Дело только в том, что мы очень часто не хотим ее увидеть. Мы просто боимся что-то менять в своей жизни, особенно привычный ход вещей. Но меняться ведь это же здорово. Я не могу сказать, что мне было легко или что мне легко сейчас, но мне интересно. И эта смысловая воронка, ставшая для меня каким-то другим толчком совершенно в жизни, она стала таким толчком и для многих-многих библиотекарей. Потому что, с одной стороны, мы очень много общаемся с людьми, мы ездим по регионам, мы получаем огромную почту. И мы отбираем эти идеи, достойные для распространения, чтобы рассказать о них на страницах журнала. То есть, тем самым, эта большая воронка как бы подтаскивает к себе все те идеи, которые существуют в России. И не только в России, конечно. А с другой стороны, жизнь есть жизнь. И не всегда есть силы генерировать идею самим. Если нет сейчас сил генерировать идею, бери готовую, читай, реализовывай. И я уверена, ты найдешь ту точку, которая вдохновит тебя на что-то новое. У меня вообще друзья часто спрашивают, зачем тебе это надо? Не знаю, может быть, это будет звучать смешно, банально или слишком просто, но это так. Мне хочется меняться самой, и я хочу менять этот мир в хорошую сторону. И я хочу, чтобы в библиотеках изменилось нечто. А там есть чему меняться, и вы прекрасно это знаете. И я хочу, чтобы изменилось отношение общества к библиотеке. А оно далеко не самое приятное. 90% людей считают библиотеку местом скучным, неинтересным. Я не беру отдельные звезды нашей библиотечного мира, я говорю о в целом. Туда, куда ходят пенсионеры и дети. Картинка из жизни очень короткая и понятная о чем. Разговор с одним из библиотекарей из небольшого города России. Типичная библиотека. И разработала проект библиотекарь. И приходит с этим проектом в отдел культуры. Проект называется «Скучно, но по сути-то он правильный». Воспитание нравственностью молодежи. Получает ответ от начальника отдела культуры. Да вы что, какая библиотека, какая нравственность. Мы боулинг-клуб построили. Вот туда будут ходить родители с детьми. Там они и будут воспитывать у них свою нравственность. Комментарии как бы излишни. Если бы не одно большое «но». Нужна была идея. Нужен был совместный проект с боулинг-центром, с водоканалом, с канализацией. Да с кем угодно. Но нужен был этот совместный проект. Совершенно очевиден кризис идей в библиотечном мире. Не знаю, по каким причинам он происходит. Может быть, от нежелания интересоваться, больше интересоваться тем, что происходит вокруг вообще, не только в библиотечном мире. Поэтому для журнала задача такая, чтобы собирать, аккумулировать и показывать эти идеи. А их много. И они очень разные. Я не буду на них останавливаться. Кому интересно, тот найдет и прочитает журнал. Но я их для себя разделяю на две категории. Идеи, которые способны, должны показать, какой библиотекой является сегодня. Идеи, которые показывают, каким должен быть библиотекарь сегодня. Вот первая часть идей. Не буду, опять же, долго на этом останавливаться. Просто перечислю. Проект «Большое чтение». Проекты Лермонтовки. Проекты Тургеневки. Проект «Флэшмоб. Как пройти в библиотеку?» Почти погайдаю, только не в три часа ночи. Хотя другой проект «Библионочь». Welcome в ночи в библиотеке. Читайте, отдыхайте, пейте кофе, получайте наслаждение. Фотомарафоны. И, конечно, новые, совершенно незнакомые формы обслуживания. Например, КИБО. Вторая категория идей. Они помогают учиться библиотекарю в течение всей его жизни. Это очень важно. Мы знаем, какая система повышения квалификации у библиотекарей. Вебинары. Неконференции библиотечных блогеров. Замечательный проект «Подвешенные блоги». И многое, многое, многое еще чего. И это многое чего рождается из тех идей, которые достойны распространения. Мне показалась очень интересной ассоциация. В оформлении презентации использовался слайд журнала «Сайенс». Иллюстрирующий, такая фотокомпозиция, иллюстрирующая теорию Фрейда Хойла. Это очень известный астрофизик, основоположник теории стабильной Вселенной. Так вот, по этой теории наша Вселенная расширяется за счет накопления нового вещества. И мне кажется, что вот этот формат ТЭЦ очень созвучен этой теорией величайшего астрофизика. И те новые идеи, которые уже вброшены или будут вброшены, они помогут нашей библиотечной Вселенной развиваться и дальше. И еще одна очень символичная вещь. Именно сейчас, с 28 числа по 1 марта, как вы знаете, проходит крупнейший в мире мировой ТЭЦ, калифорнийский ТЭЦ. И сейчас в Москве организована его трансляция. И я очень надеюсь и желаю от души Тургеневки, чтобы спустя несколько лет частью этого мирового калифорнийского ТЭЦа была и ТЭЦ Тургеневки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok